Восемь мобильных волейбольных площадок, 29 команд из школ округа и группа поддержки. Центральный стадион стал площадкой для проведения третьего фестиваля волейбола Московской области. С 2016 года наше учреждение стало федеральной экспериментальной площадкой. С темой проекта подготовка спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия на премьере Московской области. И начиная с 2016 года в 32 школах Одинцовского городского округа проводится урок физкультуры по волейболу. До того, как попасть в команду по волейболу, Ольга занималась пионерболом. В ее гимназии уделяют большое внимание спорту и девятиклассница решила не отставать. Я попала в команду совсем недавно, но мне очень понравилось, потому что это очень активный вид спорта, командная деятельность и так далее. Мне очень приятно работать со своими одноклассниками не только. У нас вообще все ребята хорошие и волейбол вообще, по-моему, один из лучших командных видов спорта. Здесь все, как и в большом спорте. Две команды, которые занимают верхние строчки в своих группах, выходят в следующий этап. Дальше полуфинал, по итогам которого только четыре сборных доходят до финала. Дети играют по следующим правилам. Всего у нас 8 групп. В группе играют 4 команды. Каждая команда играет с каждой. Один матч – это встреча до 15 очков. Динамично и со спортивным азартом. Так прошел фестиваль волейбола. Все участники и гости турнира получили хороший заряд энергии. Наша гимназия уже третий год участвует в этом фестивале в качестве федеральной инновационной площадки. Мы одни из соорганизаторов этого замечательного события. Вообще, конечно, спорт – это жизнь, как говорили раньше в советские времена. И я действительно вижу, что спорт заряжает, он дает мотивацию, он делает ребят более сплоченными. По итогу спортивного праздника победителем стала команда Одинцовской лингвистической гимназии. Призеры получили свои награды, а все остальные участники – памятные призы. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, Станислав Трифнов, телекомпания Одинцова.